Пришло время выгнать страх из дома и закрыть дверь перед дьяволом. А я и дом мой будем уповать на Бога. Мы провозгласим победу над вирусом, а не страх. Мы не позволим отчаянию править в нашей семье. Я Пол. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Бог благ всегда, и всегда Бог благ. И во времена голода, и во тьме ночи, и в долине, какими бы ни были испытания в жизни, в любых обстоятельствах, Он все еще на троне, и Он благ. Провозглашайте это в вашу душу и ваш разум. Он с вами. Он верен и благ. Господь, я молюсь о каждом, кто смотрит нас в онлайн. Мы видим в чате, что нас смотрят в Чикаго, в Южной Америке, в Вашингтоне, в Англии, в Ирландии. Кто-то смотрит прямо в больнице, у себя в палате. Мы молимся за врачей и медсестер. Мы молимся о тех, кто работает в домах престарелых, в больницах. Поделитесь этим эфиром с вашими пожилыми родственниками. Все должны знать, что Бог все еще на троне. Бог не потерял работу. Он все еще действует. Даже если вы этого не видите, Бог не закрылся от нас. Даже когда все вокруг закрыто, Бог открыт для нас и ждет общения с нами. Он вам поможет. Все, что нам нужно, это воззвать к Его имени. Господь, я молюсь о том, чтобы во время этой проповеди Дух Святой послужил людям и обновил их. Пусть твой Дух коснется каждого человека, кто будет слышать это послание. Открой глаза каждого, открой наши уши для слушания Твоего Слова. В имя Иисуса. Если вы согласны с этой молитвой, скажите «Аминь». Пожмите кому-то руку и обнимите. Если вы смотрите нас наедине, обхватите себя руками и скажите, «Как я рад, что сегодня я подключился к победе». Сегодня у меня есть для вас послание. Господь начал говорить со мной об этом уже давно. Это слово актуально как никогда. И оно актуально не только для нашей церкви, но и для всех людей в мире. Церковь, мы ведем войну с невидимым врагом. Мы в этой войне не для того, чтобы потерпеть поражение. Нам принадлежит победа. Победа над вирусом. Я прошу вас делать заметки у себя дома. Сегодня в зале только несколько сотрудников. Вы услышите «Аминь» и другие восклицания от нашей команды. Но у меня есть слово для вас. В Иоанна 4.4 сказано, «Вы дети Божьи, и вам принадлежит победа». Воскликните, если верите, что в этой войне мы имеем победу. Наш президент сказал на этой неделе, «Мы сражаемся против невидимого врага». Я не знаю, осознаете ли вы, кто ваш враг, потому что это не вирус. Вирус — это всего лишь одно из оружий. Настоящий враг. Князь тьмы. В Иоанна 4.4 сказано, что вы принадлежите Богу, и вам уже принадлежит победа над духом Антихриста, который в этом мире. Потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. У нас есть невидимый враг. У него есть и невидимый Бог. Он могущественно действует и в нашем сердце, и в нашей жизни. Кажется, что каждый час поступает какая-то новость, и новости все больше пугают. Все меняется каждый час. Еще никогда в этом мире не было все закрыто. Еще никогда мир не был на карантине, как сейчас. Но, как говорила сегодня моя жена, Бог не закрылся на карантин. Бог не отдалился от нас на социальную дистанцию. Он не закрыл свой бизнес. Он открыт для вас и жаждет общаться с вами. Пора нам прислушаться к Его голосу. Шесть недель назад я проснулся среди ночи. Точнее, рано утром, где-то в часа четыре. Для меня это совсем не свойственно. Я не просыпаюсь так рано. Я не мог больше уснуть. Я подумал, может, меня разбудил кто-то из четырех наших детей? Они спокойно спали у себя в комнате. Но что тогда меня разбудило? Я почувствовал в духе острую необходимость молиться. Я начал молиться. Хотя я не знал, о чем я молюсь. Но на этой неделе я точно знаю, о чем я тогда молился. Молитва была очень напряженной. Она напомнила мне видение, которое я видел в прошлом году. Это случается крайне редко, но иногда я вижу видение от Бога. Это было год назад. Мы с детьми плавали в океане. На небе над нами летел самолет. Он пролетал над домами. И я услышал, как Бог проговорил мне, «Все, что ты видишь, временно». Все, что ты видишь, однажды поколеблется. И я услышал в своем сердце, не возлагая надежду на то, что построили люди. Не полагайся на то, что создано людьми. Сейчас в мире очень много всего поколебалось. В Евреям 12 сказано, что все поколебимое будет поколеблено. И дальше сказано, что мы, как верующие, имеем царство непоколебимое. Над этим царством подразумевается наша вера и упование на Бога. Слово Бога пережило все вирусы и все болезни. Оно пережило чуму. Оно пережило всех правителей, все империи, все геноциды и войны. Вот на что мы должны возлагать свое упование. Кто-то уповает на коней и колесницы, или на дома и самолеты, на лидеров и правителей. Но мы надеемся на Господа. Но сейчас время, когда обнаружились идолы людей, то, на чем они полагали свою жизнь. И эти идолы рухнули. Закрыты спортивные стадионы, закрыты школы, кинотеатры и места развлечений. Люди в растерянности. Что же нам делать? Иисус сказал своим ученикам в Иоанна 16, 33, «В этом мире вы будете иметь скорбь». Нельзя купить пропуск на жизнь без боли и трудностей. Иисус тогда сказал, «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир, тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Вы имеете победу в Иисуса. Команда, скажите на это «Аминь». Я люблю вас всех, друзья, и потому говорю вам актуальное слово. Люди напуганы. Они не знают, что ждать. Что будет дальше в нашей стране и в нашем городе. Вчера вечером я получил имейл от человека из Руанды. Он попросил молиться за их страну. У них локдаун. Многие люди с разных стран просят за них молиться. Они теряют работу, закрывают свой бизнес. Я молюсь о вас и провозглашаю пророческое слово. Меня спросили, «Разве ты не боишься? Разве ты не напуган?» Послушайте, все эти чувства на этой неделе стучались в мое сердце. Я бы соврал, сказав, что это меня не тревожит. В понедельник постучался страх, днем постучалось отчаяние, вторник, среда, четверг, и в три часа дня, и в пять, и в семь часов вечера страх стучится в двери. Но нам не обязательно открывать ему дверь и приглашать его в наш дом. На этой неделе я решил, что не позволю беспокойству поселиться в нашем доме. Я не подружусь с отчаянием и не позволю стрессу диктовать мне, как поступать с детьми и женой, как служить Богу. Пришло время выгнать страх из дома и закрыть дверь перед дьяволом. И я, и дом мой будем уповать на Бога. Мы провозглашаем победу над вирусом, а не страх. Мы не позволим отчаянию править в нашей семье, где бы вы ни находились. Бог говорит нам, закройте двери страха. Но как это сделать? Я читал мемуары Билли Грэма. Он писал, что отчаяние очень часто пыталось стучаться в двери его сердца. Страх стучался в его сердце. Он сказал, не позволяйте пасторам и религиозным людям лгать вам, что они никогда не испытывают страх, беспокойство или отчаяние. Это случилось со всеми людьми без исключения. Но перед всеми нами стоит выбор. Мы позволим этому оставаться в нашем сердце или разуме. У вас есть служение, есть помазание. Бог сделает в вас и через вас что-то невероятное. Кому вы можете позвонить? Кому купить продукты? За кого помолиться? Как прогнать страх? Как мне выиграть в войне с невидимым врагом? Во-первых, для этого мне следует помнить, в чьих руках находится мое будущее. В Исайе 41.13 говорится, не бойся, я здесь, чтобы помочь тебе. Я буду держать тебя в своих руках во время трудностей. Я напоминаю себе фразу. Я не знаю, что ждет меня в будущем, но я знаю, кто держит мое будущее в своих руках. Бог держит мое будущее в своих руках. Посредине определенности в мире вот что я знаю наверняка. Бог со мной, и Он держит меня. Чтобы прогнать страх, я должен помнить, кто держит мое будущее. И также я должен признать, что Бог не потерял работу. Сейчас очень многим людям очень трудно. Они потеряли работу. И мы молимся в имя Иисуса всех тех, кто потерял работу. Я молюсь о твоем обеспечении. Ты Иегова Ира. Я молюсь о твоем мире посреди страха и отчаяния. Я молюсь о тех, кто лишился работы. Дай каждому осознание о том, что они имеют лучшего работодателя на небесах. И Он позаботится. Бог не потерял работу. И все еще на троне. Евреям, глава 16 стих. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати. Это приглашение для всех приходить смело. И стар, и млад, и даже если вы новообращенный, вы можете смело приходить к престолу благодати. И Он не стал бы говорить, приходите к престолу, если бы на престоле никто не сидел. Бог все еще на троне. Бог все еще на престоле, над кругом земли. И Он царствует. Звучит приглашение прийти к престолу, и там мы найдем Бога. Он на троне. Он не терял свою работу. И у престола мы получаем Его благовременную помощь. Он открыт к тому, чтобы нам помочь. Мы прогоняем страх, осознавая, что Бог не потерял работу. И третье, осознать, что если я еще дышу, Бог не закончил свою работу во мне. Это то, что мы постоянно исповедуем в Церкви Победы. Бог не закончил свою работу во мне. Если вы все еще дышите, Бог действует и в вас, и в ваших детях. У Бога все еще есть планы и мечты для вашей жизни. Он исполнит вас через вас и для вас свои цели. Павел сказал филиппийцам 1,6, «Я уверен». Давайте вместе скажем, «Я уверен». Вы можете сказать это громко и заявить на весь мир. Я уверен в том, что начавший во мне доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Услышьте меня, мы живем в последние дни. Не время терять голову из-за страха. Не время для того, чтобы отказываться от веры и закрывать двери сердца для Бога. Вы знали, что в 18 веке более 80% американцев ходили в церковь каждое воскресенье. Не два раза в месяц, а каждое воскресенье. В 18 веке более 80%. В 1999-м чуть меньше 50%. А в январе 2020 года таких верных людей, регулярно посещающих церковь, было в Америке менее 35%. Люди говорят, «У меня нет времени, столько дел, мне нужно сходить в ресторан, мне нужно на развлечения». Но в один момент все закрылось. Через это Бог как бы говорит нам, «Вы говорите, что у вас нет времени. Что ж, я дам вам время». И пока вы будете на карантине, вы должны принять решение, на кого вы будете полагаться, на своих идолов или на того, кто с вами, кто вас любит, кто за вас. Бог с вами, и Он не закончил в вас свою работу. И четвертое. Мы можем порогнать страх, потому что небеса – вечный дом. Дитя Божье невозможно напугать ни смертью, ни отчаянием, потому что мы имеем победу в любой ситуации. Для меня жизнь – это Христос, а смерть – приобретение. Меня спрашивают, «Ты боишься?» Я говорю в ответ, «Нет, я выбираю веру вместо страха. Я выбираю надеяться на Бога посреди всей этой безнадеги». Но стоит помнить, что делал Израиль, когда им было действительно трудно. Есть много общего в том, что происходило в Израиле и что происходит сейчас в Америке и в мире в целом. Вот вам пять параллелей. Первое. Народ следует за Богом, когда у них есть сильные лидеры. Пора нам начать молиться за лидеров, которые вернут этот народ к Богу. Нам нужны лидеры, которые поднимутся в сферах спорта, кино, среди молодежи, в колледжах и университетах. Когда у Израиля были лидеры, указывающие им на Господа, они возвращались к Богу. И сейчас мы видим, что люди идут за своими лидерами. Лидеры, я молюсь о вас. Я знаю, сколько у вас стресса. Когда Моисей говорил Израилю, «Мы идем вперед», они шли. Когда у Израиля был Иисус Новин, они обошли стены Ерихона. Люди следовали за лидерами, которые приближали их к Богу. Но во второй главе Судей сказано, что после того, как Иисус Новин умер, следующее поколение не знало Господа. И поскольку не было лидера, который привел бы их к Богу, они жили в отступничестве. Пора лидерам вернуть народ к Богу. Родители, вы тоже лидеры для своих детей. Студенты, вы лидеры. Если у вас свой бизнес, вы лидер на своем предприятии. Во-вторых, народ отступает от слова, когда все дается легко. Так было в Израиле. Они сразу переставали молиться и проводить время с Богом. Они приближались к Богу лишь тогда, когда приходил кризис. Прямо как сейчас, в мире смятения. Люди не знают, что делать. Они обращаются к Богу, потому что только Бог может помочь в данных обстоятельствах. Израиль возвращался к Богу во времена кризиса. И третье. Пророки всегда их предупреждали, но народ их игнорировал. Мы видим исполнение того, о чем нас предупреждали многие пророки. Книга Откровения — пророческое слово о многих вещах, происходящих сейчас в мире. Землетрясения, войны и военные слухи. Моры, болезни, смерти. Но звучит призыв «мужайтесь». У пророчества всегда есть цель для детей Божьих, чтобы они нашли приют среди гонений. Тот, кто ищет Бога, найдет прибежище в любой ситуации. Я верю, что Бог позволит многим из нас процветать посреди всего этого кризиса. Чтобы вы могли помочь другим людям купить продукты, нуждающимся, быть щедрыми и сострадательными. Сейчас не время рассчитывать на свои силы. Пора вернуться к Богу. Четвертая параллель. Суды всегда приходят быстро и неожиданно. Когда они приходили, они длились недолго, но это был для них удар. Израиль должен был принять решение покаяться или продолжить жить в непослушании Богу. Пятая параллель. И праведные, и неправедные испытывают трудности. Господь сказал, дождь падает и на праведных, и на неправедных. Поэтому даже если вы лично ничего плохого не сделали и задаетесь вопросом, почему неприятности происходят в моей жизни, зло приключается и с добрыми, и с злыми. Бог не является автором зла. Не он, а дьявол, автор смерти, депрессии и поражения. Но Бог использует кризисы, чтобы его дети вернулись к нему. Это послужит тому, что народ преклонит перед ним колени. Мы сильнее, когда мы на коленях перед Богом. В этой битве мы сражаемся не физически, но в духе. Есть невидимый враг, но есть и невидимый Бог. Ему есть дело до вас. Он говорит, пора примириться со мной и научиться слышать мой голос. Осия 4.12. Народ Израиля настолько погряз выдало поклонстве, что они начали вопрошать о помощи у деревянного полена. Люди думали, что деревянная палка может предсказать им будущее. Они вопрошали совета у идолов, и сейчас пришло время разрушить всяких идолов. Что такое идол? Это все, что угодно, что для вас важнее, чем Бог. Настало время избавиться от идолов, время разрушить всякого идола и начать искать Бога как никогда раньше. Вот в чем надежда нашего поколения. Бог вас защитит и даст вам все необходимое. Бог заступится за вас. Он вас любит и заботится о вас. Слово Божье есть истина. От истины не убежишь. Кто ненавидит истину, тот воспринимает слово истины как проявление ненависти. Если вы примете истину и скажете, «Я отступил от Бога и хочу вернуться к Нему», то Бог скажет вам, «Дверь открыта». Пора вернуться к Богу. Давайте используем это время, чтобы погрузиться в Слово Божье. Чаще заглядывать в Слово и проверять свое сердце, верили ли мы. И сейчас самое время прислушаться к тому, что нам говорит Бог в данный момент. Как это сделать? Читать Слово и прислушиваться к тому, что Бог говорит нам через пророков и учителей. Я верю, что Бог будет использовать в том числе и кафедру этой церкви. Это время погружаться в Слово. И также это время насыщаться верой. На Ютубе и на нашем подкасте вы найдете тысячи проповедей. Вы можете слышать по 10 проповедей в день, чтобы пропитаться верой в этом мире, в мире полном поражения. Вы можете стать частью церкви, которая провозглашает победу, в мире, который вопит смерть. Станьте частью церкви, которая провозглашает жизнь. Жизнь! Сейчас не время слушать, что попало, но настало время открыть свое сердце и уши и напитаться Словом. Пришло время для нас приготовиться к пробуждению. Начните готовиться к пробуждению. Этот мир увидит, что церковь взрывается творчеством. И это приведет к Богу многих людей. Этот мир ждет пробуждения. То, что враг задумывает зло, Бог использует ко благу. Мы видели на этой неделе 358 человек приняли спасение. Они не были на служении. Мы раздавали продукты и молились за людей прямо там. Пришло время беспрецедентного пробуждения. В это время в истории Бог будет творить беспрецедентные вещи. Этот вид евангелизации что-то новенькое. Но как же здорово было наблюдать, как люди принимают спасение. Бог будет использовать вас как евангелистов. Пришло время быть творческими и активными, быть щедрыми и сострадательными. Как вы можете послужить людям на этой неделе? У вас есть служение, есть помазание. Бог сделает вас и через вас что-то невероятное. Кому вы можете позвонить? Кому купить продукты? За кого помолиться? Кому засвидетельствовать об Иисусе? Пришло время для нас, как для церкви, подняться и своей верой сразиться с врагом. Итак, что делает невидимый враг в нашем мире? Он сеет страх. Он производит панику повсюду. Невидимый враг производит беспокойство, тревогу, чувство, что нет никакой надежды. Люди теряют работу, царит отчаяние, люди озлобленные, они в гневе бросаются друг на друга, обижают друг друга, и они дают волю своему, эгоизму. Люди испытывают финансовые проблемы, и это производит массовый хаос. Люди злятся, они в отчаянии. Многие предприятия закрываются, враг хочет загнать людей в изоляцию. Так что же должна делать церковь в ответ на это? Мы имеем победу над невидимым врагом. Церковь, мы в войне, мы на войне, и мы не можем забиться в угол и просто ждать, убьет нас это или нет. Мы, как церковь, должны подняться и твердо сказать, мы не дадим места страху. В этой войне с невидимым врагом церковь побеждает, когда верой отражает атаку. Там, где паника, церковь поднимается и сеет Божий мир. Там, где царит беспокойство, церковь поднимается в поклонении Богу. В это время церковь должна молиться как никогда раньше. Она должна стоять, она должна победить. Церковь должна выстоять любой ценой, потому что Бог благ. И Он лучший работодатель. Вне зависимости от того, верите ли вы в Иисуса или нет, Иисус в вас верит, и Он любит вас. Он верит, что в вашей жизни есть план и цель. Библия говорит, что у Бога есть для нас будущность и надежда. Его намерение для вас не во зло. Бог не является автором боли в вашей жизни. Не Он причина торнадо, ураганов и коронавируса. Бог не является автором тьмы или болезни. Библия ясно говорит, что у нас есть враг. Имя ему дьявол. Дьявол распространяет по миру страх, болезни, боль и страдания. Но Библия говорит, что Иисус пришел, чтобы дать нам жизнь и жизнь с избытком. Вы можете иметь эту жизнь сегодня. Библия говорит, что всякий исповедующий имя Иисуса, призывающий имя Господа, будет спасен. Поэтому скажите вместе со мной, Иисус, я верю в Тебя, Ты нужен мне. Помоги мне жить жизнью, которой Ты меня призвал. В имя Иисуса Аминь. Я верю, что Иисус принял вас, и теперь вам нужно найти себе церковь и начать читать Библию. Начните изучать принципы слова и молиться Богу. И у вас начнется новая жизнь. Ваши лучшие дни впереди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова